Доброй ночи, друзья! Уже ночь, уже собиралась идти ложиться спать. И пришло еще одно письмо, которое... Вот просто пока есть эмоции, я поделюсь. Дело в том, что аутизм, он бывает разный. И причины аутизма бывают разные. Бывает аутизм прививочный, да, причем разные прививки по-разному блокируют структуру психики. Бывает аутизм кармический, бывает родовый, да, то есть разные, мы встречали разные-разные виды. У двух детей не было одинаковых аутизмов. И вот эта история, которую я расскажу сегодня, она реально обалденная, она веселая, показывает, насколько невероятные стебные души наши, и насколько они могут плести невероятные истории дальше. К нам обратилась мама Татьяна из Испании. У ее ребенка аутизм, мальчика зовут Максим. Максим уже достаточно большой ребенок. И, соответственно, была проблема с речью, с развитием. И мы начали работать. Когда начали работать, обнаружили, что причина аутизма крылась в стрессе. Родители разводились, и ребенок очень болезненно перенес этот развод. Он чувствовал себя ненужным, он чувствовал себя отторгнутым. И это все внутри, в его очень чутком внутреннем мире, сформировало травму. И эта травма в дальнейшем переросла в заболевание. Конечно, у этого всего есть кармические предпосылки. Кармические предпосылки мамы, кармические предпосылки ребенка. Работать было, ну, по сути дела, было несколько сеансов за все время. Рабочие первые, остальное все наблюдали, как оно идет. Но во время сеанса, когда мы вышли на душу Максима и начали задавать вопросы, да, там, вопросы кармические, это одна тема, другая тема, душа Максима потребовала, чтобы мама обучила его ругаться матом. Вы знаете, сперва мы думали, что у нас был шок, и это было условие ее, на основании которого она обещала, что пойдут результаты. То есть мама заметит, как изменится взгляд, как изменится аккуратность, как появится самостоятельность, и так далее, и так далее, и так далее. То есть и потом будут развиваться речевые навыки. Опять-таки на развитие речи она запросила там порядка двух лет, но при этом дала сформировать высшее «я», сформировать кармические такие моменты, то есть кармические – картину мира. Это уже не карма будет, а то, что мы набросали туда, чтобы он в дальнейшем имел семью, жизнь успешную там и так далее. У него склонность к физике, к математике. Душа объяснила, какую книжку купить, как читать, что ему будет интересно. Просто невероятные вещи. У меня есть переписка с Татьяной, где она пишет, вот прям как по следам она шла, и действительно он сам выбирал то, что душа просила, и то, что она нам сказала, он будет выбирать. То есть там вот такие невероятные совпадения, казалось бы, но я душам верю. Они говорят все, как будет на самом деле. Но вот оставалась для нас загадкой, зачем, зачем обучать ребенка ругаться матом. Мама тоже была в шоке. И, конечно, ей было тяжело пойти на этот шаг. Спустя неделю после сеанса мама написала, вот я попробовала обучать Максима, и он не разговаривает. Он категорически машет головой, мучит и отказывается. И дальше началось невероятное. Мы выходим на душу снова, делаем сеанс, и снимается информация, что душа мамы и ребенка, они ведь находятся на других частотах, у них же эта игра, им весело. И оказывается, у души мамы есть проблемы с матными словами, она не может их сказать. А душа ребенка весело, чтобы мама отработала свои блоки, связанные с сексом, потому что наши матные слова, это, по сути дела, все слова, обозначающие половые органы. И душа ребенка, ей не столько надо было, чтобы ее учили, ей надо было, чтобы мама эти слова вслух проговорила, и преодолела себя, и это сделала. Мама никак преодолеть себя не могла, и мы записали для нее наше видео, отчет второй, где мы сказали, то, что думает мама. Оказывается, в своем сознании мама думала, вот этот дебил и так не разговаривает, а тут он будет ругаться матом. Ну как такое может быть? Это же в обществе не принято. И когда мама только, мы отправили этот файл ей, причем вот в таких ярких словесных красках, все со стебом, все с ржачем, когда мама получила этот файл, она просто взяла, тупо и сделала. И душа ребенка не захотела ругаться матом, она просто поблагодарила, все, и у Макса пошел следующие шаги в развитии. Это было невероятно, и вот на сегодняшний день, вспоминая эту историю, понимаешь, насколько удивительна психика, насколько иногда невероятные вещи вытворяют наши души. Это все игра, это все симуляция, и это все весело. Вот сегодня я получаю письмо доброго времени, Наталья. Далее про Максима и наше продвижение. Это уже не первое письмо, мама мне присылает, я каждый раз смеюсь, я каждый раз балдею. Реально очень классная мама, реально очень классные души, реально очень классное восстановление идет. Далее про Максима и наше продвижение. Идет прогресс. Вижу своим ритмом, думаю, раньше не хотел повторять со мной, за мной ничего. Теперь идет навстречу, повторяет. Я говорю, не мычи, а слоги говори как можешь. И он говорит, конечно, смешно. Я говорю, ничего не пойму, объясняй. Но супер, он старается слоги произносить. Хотя они все похожи. Алфавит русский знает, я учила его в три года. Давным-давно он категорически не хотел его видеть, не хотел повторять. А вот сейчас составил слова из трех букв. Затем их поставил обратно. Я удивилась, только буквы ПР русские путают, потому что на местном ПР другие. Еще увереннее выплевывает изо рта. Раньше эта функция была совсем недоступна. Надеюсь и верю, что в скором времени будет говорить. Ведь некоторые слова давно произносят. Короткие, не только на русском. Очень здорово, что каким-то магическим образом мы вас узнали. Надеюсь, даже встретиться удастся. Очень хочется. Такая приятная теплота даже от нашей переписки. Безграничный поток льющейся положительной энергии. Все в публикации, на сайте смотрю и видел. Очень рада за деток. Огромная благодарность от меня. Развиваюсь и работаю над собой дальше. История продолжается. Супер ваш проект. Думаю, он единственный в своем роде. Тысячу раз спасибо. Целую Таня. В одном из видео вы упомянули об историях. Я только за то, чтобы наша вошла. Даже если не с инициалами. Наверное, это поможет другим людям и будет для них примером. Да, на самом деле, вот эти истории помогают другим людям. Вы понимаете, вот когда описывают, что там слоги, буквы, разговоры, реакции. Даже вот эта история с матами, когда ребенок осознавал, да, вот все эти вещи. Это невероятная история. И это, для нас, это, кажется, маленькие шажки. Для нас кажется, что что-то высосано из пальца. Для нас это может казаться чем-то совсем мелким. Вы понимаете, наверное, только родители детей с аутизмом могут понять, насколько невероятны это прорывы. Когда вот сегодня мама Ирина присылает звуковые файлы, рассказывает, что сегодня впервые ребенок почувствовал, что у него замерзли ножки, сам открыл шкаф, сам достал носки и сам принес. Понимаете, какой это прорыв для аутистов. Я знаю, что эти дети будут счастливы. Я знаю, что они восстановятся. Я знаю, что вот у Макса осталось полтора года, и он будет разговаривать. Все будет хорошо. И этот процесс идет. И он делает шаги, он делает согласно тому графику, которого мы когда-то договорились. Спасибо.